Мы живем в такое время, когда чистого практически не осталось. Нет профессии в чистом виде, есть сочетание умений и функций. Педагог, он же психолог, инженер, изобретатель, рационализатор. Почти не осталось науки в чистом виде. Есть биогеохимия, астрофизика. Живем и развиваемся на стыке наук, на стыке искусств, художественной инсталляции, перформансы, музыка. А как же с ней, вот об этом сегодня и поговорим в Культ Просвете. Меня зовут Альбина Плещук. Сегодняшнюю программу мы назвали «Музыкальные метаморфозы от народного к академическому в музыке». И гости нашей сегодняшней программы Рустам Юнусович Обязов, художественный руководитель, дирижер Казанского государственного камерного оркестра «Ля Примавера» и искусствовед, профессор, заведующий кафедрой истории музыки Казанской государственной консерватории Вадим Робертович Дуат-Алеев. Здравствуйте. Здравствуйте. И начнем, что называется, с корабля на бал. Откуда буквально накануне приехали? Вы спаться еще не успели? Нет. У нас был тур по Татарстану, и последний концерт был в Бугульме. Ездили мы с замечательным, я бы так сказал, фантастическим скрипачем из Соединенных Штатов Америки. Жили мы папом, и вот то, о чем вы говорите, там как раз было в полной мере. Потому что он известен на весь мир тем, что в концертах Моцарта, например, используют ирландские мотивы фольклорные, индийские, румынские. Это потрясающе совершенно. Он был главной скрипкой, он задавал тон музыкозаказов. Он был солистом. Я это к чему спрашиваю? А нашего местного русского, татарского каких-то мотивов? А вы знаете, в хоккей, какие-то... Нет, дело в том, что программа все время так менялась спонтанно, импровизационно. И вдруг в один день он говорит, слушай, давай мы вот одну, значит, в стиле кантри пьеску американскую сыграем дуэтом сначала, а потом оркестром. Давай сыграем. И когда мы начали, я, не предупредив его, начал играть татарскую музыку. Так-так-так, реакция. Я все сочетал. Прекрасно. Она прекрасно сочетается. Например, я играл и Апипу, я играл Алмагаш Ларк, и с кантри-мюзик это совершенно, абсолютно полное слияние. Вы практически свели на нет всю тему нашей программы, потому что мы об этом планировали сегодня говорить. Нет, но это же только одна сторона. Вот как. Возможно ли симбиоз, возможно ли поженить, ну, пытаться сочетать несочетаемое. Я думаю, мы найдем, о чем поговорим в этой области. Хорошо. Тогда вопрос такой. Скажите, вот в вашем репертуаре очень много произведений, просто вот на взгляд несведущего в этом деле человека, ну, вот мне кажется, просто полярных вы и с Нирваной пытаетесь работать, и с образами Тукая. Это как бы требует переключения каких-то творческих сил или нет? Вы знаете, мы как-то привыкли, и нам уже не требуется времени на переключения, мы можем и классику сыграть, и в одном концерте, собственно, мы можем сыграть разных стилей музыку. А что касается именно народной, то как мы к этому пришли? Это вообще изданно нашлось, когда я еще был солистом филармонии. Я вдруг выяснил, что я переиграл весь скрипичный репертуар, и надо что-то такое для того, чтобы на концерты поступать, играть татарскую музыку, в первую очередь, конечно. И я взялся за перо. Но я прекрасно понимал, что если я насочиняю своих пьес, то для татары, ну, как-то все будет нагье, вряд ли их это будет так уж возбуждать, как мне бы хотелось. И я поэтому делал произведение на основе татарской народной музыки и на основе тем татарских композиторов. Вот эти сомнения, они подтвердились? На самом деле воспринимали как? Бывало так, что вот не пошло, вот не зашло? Нет, вы понимаете, сомнения не подтвердились, потому что я же не испытал на публике силу своих именно пьес оригинальных. Да, я им предложил вот такие пьесы, где в основе лежат народные музыки. Это все проходило на ура. А вот, кстати говоря, процент, что ли, если можно так выразиться, такие математические применить термины, процент совпадения в этом случае, он должен быть вот какой примерно, чтобы угадывался оригинал? Чтобы он угадывался, чтобы потом не было шквала критики. А в оригинале было лучше? Оригинал все равно в любом случае будет звучать по-другому, но я как раз стремился сохранить мелодию. Вот какая пропорция один к одному? У меня нет пропорции. Сколько творческого вложения, так сказать? Я, так сказать, я использовал оригинальную татарскую мелодию в полном ее виде, но обрамлял ее всеми достижениями европейской, скажем, гармонии, техники игры на скрипке, поскольку я в основном писал для скрипки с оркестром. Поэтому здесь нет такого пропорции. Я не могу пропорции. Вадим Робертович нас заскучал. А вот мы спросим-ка его, вот спросим-ка его, вот современные тенденции нынешние, вот какие, как часто авторы, композиторы, хоть мы до передачи говорили о том, что это неблагодарный труд, что нужно вовремя из этого композиторского времени слова уйти, как часто они обращаются к народным темам? Это вообще благодатная почва или, наоборот, очень рискованная в том смысле, что, опять-таки, найдутся критики, которые скажут, оригинал был лучше. Работать над таким материалом, ну, максимально, наверное, деликатно. Это смелость за это взяться или, наоборот, это в каком-то смысле, ну, такая ленность, что ли? Ну, вроде как уже основа есть. Я с интересом слушал Рустам Юнусыча и нисколько не скучал, потому что это действительно творчески очень интересный и непростой вопрос, как народная песня должна прозвучать с концертной сцены в обработке, сделанной композитором. И этому вопросу, на самом деле, много-много лет, и даже не десяток, а сотен лет. Если мы посмотрим начало XIX века, то там такие были баталии в прессе, в русской прессе. Как должна русская музыка звучать, чтобы она и народные мелодии сохранила, чтобы она опиралась на русские национальные мелодии, и при этом, чтобы она звучала в симфоническом оркестре, на сцене, на европейском уровне. Поэтому этой дискуссии очень много лет. Там были какие-то тезисы, какие-то правила, пожелания, которые сейчас актуальны? Там были целые страницы аргументов, потому что придавалось значение очень большое тому, как должна развиваться музыкальная культура. Целые страницы, мы их сейчас пересказать даже просто не успеем. Один критик пишет все это по пунктам, объясняя. Русский композитор должен пропитаться духом русских мелодий, но писать, как немецкий композитор Вебер, модный в тот момент. Он был модный. И где же ты, русский Вебер? Вот такие вот звучали в призывы, восклицаниях. То есть, вот такой экспромт, как это было с Желемопапом, наверное, они не оценили бы. Почему? Пропитался, иностранец. Почему? Опять же, чай из Бацыни. Да, чай из Бацыни. Есть тут вопрос такой вопрос. Собственно, ничего не изменилось, как и сейчас. Так вот, обсуждали, обсуждали много. Было, естественно, экспериментов, попыток. Ну, вот пришел Михаил Иванович Глинка, как мы все знаем, с оперой «Жизнь за царя», или как мы ее долгое время называли, «Иван Сусанин». И в нем, как сказал князь Адоевский после премьеры Глинка, возвысил народную мелодию до трагедии. Из современных авторов можете назвать, кто на слуху, на памяти, самые удачные образцы работы с народным материалом? Вот нынешние примеры. И откровенно неудачные. Вот тут как-то вы сразу так от Глинки к современным авторам получается, что тогда был Глинка, а кто сейчас? Это вопрос очень сложный. И потом, мне кажется, здесь стоит заметить, вспомнили Глинку, который, собственно, и сказал, что музыку сочиняет народ, а мы, композиторы, ее только оранжировали. Да, есть так. И действительно, 19 век и начало 20-го, это как раз такой всплеск интереса, любви к народной музыке со стороны композиторов. Мы, вот в татарской музыке, например, поскольку татарская музыка все-таки временном отношении достаточно сильно отстает в развитии от европейской, от русской музыки, то у нас этот всплеск был в 20 веке. В середине и... Вот сейчас, мне кажется, сейчас, во всяком случае, у меня такое ощущение, в значительно меньшей степени композиторы используют фольклор в своем творчестве. Ну, а если говорить, вот такой вопрос, вот вы задали, кто? Ну, можно вспомнить Родион Щедрина, да, скажем, частушки он использовал. А с чем работать? Среди русских композиторов много фамилий можно назвать. Это не только Щедрин, да, это Слонинский. С татарскими сложными. Нет, я так не хочу сказать. Мы еще не дошли. С татарскими композиторами тоже есть несколько, по крайней мере, активно работающих в этом направлении композиторов. И причем не обязательно берущих конкретную для цитирования мелодию и потом обрабатывающую, а которые принцип народного музицирования, да, вот, например, принцип игры на музыкальных инструментах. У нас, например, есть такой Радик Салимов композитор, да, который, он может не взять, народную мелодию. Но он, кстати, сам играет на курае, на инструментах этнических. И он использует дух народной музыки, дух традиции. Это сейчас востребовано? Конечно. Это сейчас востребовано? Залы набираются? Я даже могу вам объяснить, почему это сейчас востребовано. Вот, в былые времена нужно было от фольклора, нет, давайте лучше так скажем, не будем, я потому что, как начинается, я же историк музыки, у меня там сразу... Вам хочется вернуться сразу? Да, 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 сразу. Давайте сразу конкретно про сегодняшний день. Вот у нас сейчас слишком мало вещей остается в мире, по которым мы отличаемся друг от друга. Мы, я имею в виду, народы, культуры. Очень много общего, унифицированного, интернационального, глобального. Искусство и культура – одно из немногих, которое сохраняет вот эту вот связь с прошлым, особенности национальные. И поэтому сейчас вот для фольклора, для традиционной музыки, для ее эстетики, которой, в общем-то, уже в реальной жизни места для нее не остается. Одно дело, в XIX веке ездили в фольклорные экспедиции, да, вот город европейский, представьте, Санкт-Петербург. Поехали, отъехали там в провинцию, в губернию. И там богатство. Там вот этот вот фольклор. Там оно есть. Вы знаете, вот в консерватории, в Казанской консерватории, есть кабинет фольклора, музыки народов по Волжье он называется. У нас ежегодные экспедиции. Вот мы наблюдаем этот процесс, как постепенно, постепенно уходит старая фольклорная традиция, как все меньше и меньше носителей. Все больше и больше звуковая среда становится универсальной, единой. В деревнях уже точно так же никто не поет в фольклорном стиле, да, а уже поют в современном, с использованием техники, записываются тут же в интернет. Так вот, соответственно, то, что исчезает, то, что редкое, то, что может вот так вот выглядеть оригинально, свежо, оно, конечно, самое место ему в искусстве. Искусство, оно всегда очень чутко реагирует на редкие вещи. И поэтому фольклор сейчас становится редкостью. Национальная традиция становится редкостью. Поэтому она звучит и востребует. Мы сегодня о музыке говорим много, а слушать ее не слушаем. Я предлагаю посмотреть сюжет, репортаж о Ля Примаверии, и потом снова вернемся к разговору. Ой, сейчас у меня идет съемка телевизионная. А вы могли бы после двух позвонить? В 86-м году стал директором специальной музыкальной школы при консерватории. И так получилось, что в это время там не было преподавателя по оркестру. Я решил взять это в свои руки. И в 89-м году получается, что я уже три года руководил камерным оркестром специальной музыкальной школы. То есть я уже попробовал свои силы. Получается в 82-м. Строгий? Нет, душка. Спорить с ним можно? Спорить? Если спорящий имеет свою точку зрения, и она действительно подкреплена музыкальной идеей, то наш руководитель всегда считается лояльным. То есть это не спор, а творческие, так сказать, дискуссии. Вот в таких дискуссиях уже 28 лет и рождается музыкальная истина. Визитная карточка ля Примаверы. Свой почерк, умение удивлять музыкой, разностильный, неожиданными экспериментами. Концерт для будущих мам, флешмоб на избирательном участке. Или как вам вот такая подача народных мотивов? И битбокс был, и балалайка. С оркестром ее услышишь нечасто. По сложном списке художественного руководителя два десятка песен. Две сюиты, две импровизации, рапсодия для симфонического оркестра, квартет, соната. Потому и коллективу требования стремиться быть музыкантом-универсалом. Я беру людей, которые закончили или уже вот-вот-вот заканчивают консерваторию. Но предпочитаю людей, которые не работали в других оркестрах. Почему? Потому что я создаю музыкантов, как я их вижу. А работавшие в других оркестрах, они уже имеют свой формат. Найти высококлассных музыкантов для маленького коллектива задача сверхсложная. Вместе им не только репетировать и выступать, жить. Потому к новобранцам сначала долго присматриваются, а потом берут в заботливые объятия. Август, сентябрь, октябрь. Ну, почти три месяца. Мне тут понравилось, меня сразу приняли, я очень рада. А вот то, что у вас девчонок так много красивых, это отвлекает, кстати говоря? Как же она может отвлекать-то? Это руководитель, спасибо за то, что они... Не, ну мы, конечно, обсуждаем, когда набираем девочек. Ну, чтоб играть, играть могла хотя бы. Вот Николай Лаптев в «Ля Примавери» с самого основания. Чуть позже преданное зритель увидел в афишах Лаптеву «И». Нет ни опечатка. Супруга Ирина. А позже дочка Настя пришли в оркестр. В то время я стал играть в камеру в оркестре. Я был артистом нашего симфонического оркестра. И у меня была педагогическая нагрузка. Так что в поле деятельности, так сказать, вот приложение творческих сил совершенно, так сказать, необъятное было. Вот. И от меня только даже не требовалось. Я мог по своему желанию, так сказать, акцентировать внимание на какой-то из этих деятельностей. Это, к слову, о том, что нынче поле деятельности модно менять кардинально раз в пять лет или десять. А вот старожилам оркестра не понять, зачем раздаваться вширь, если можно вглубь любимого дела. Я не знаю, ко мне или к музыке он прикипел. Скорее всего, все-таки к музыке. Просто вот этот вот мой лозунг о том, что денег нет, но мы будем играть много хорошей музыки с работы. Всегда прислушиваюсь ко всему, что говорят вокруг. Но тщательно это фильтрую и принимаю только то, что действительно соответствует моим взглядам на музыку. Так было всегда или поначалу было больно? Или ранило поначалу? А поначалу нас никто не критиковал, потому что мы не представляли особо никакого интереса никому. Никто на нас серьезно не смотрел поначалу. И поэтому все воспринимали с восторгом все, что мы делали. Да, это первая фиша. Вот даже пришлось наклеить, поменять на 24 число. Проходил фестиваль вот этот, я его тоже организовал в качестве директора. И когда приезжала новосибирская школа, я им предложил, а вы не хотите с оркестром сыграть? Вот у меня только-только образовался оркестр. И мы считаем 24 ноября днем рождения. Вот мы сейчас посмотрели репортаж о вашем коллективе. Скажите, а творчество, творческие моменты, они совместные? Или вы лежите дома в постели, закрываете глаза и представляете себе, как это будет в следующий раз звучать? Или рождать? Это ваша функция? Я представляю, оркестр воплощает, поэтому творчество совместно. Критиковать вас кто-нибудь смеет? Или указания ценные давать? Критиков полно. Среди своих? Нет, среди своих. Среди своих? А критиковать нет, но какие-то предложения, безусловно. Толковые, дельные бывают? Бывают. Бывают, да. Если это действительно толковое, что-то интересное, я свое могу отвергнуть и принять. А коллектив ваш следит за другим музыкальным пространством, например, за эстрадой. Вот два года назад прошел фестиваль «Узгарь жиле», где была эта попытка новое дыхание, вдохнуть новую жизнь в вещи народные. Ну и вы помните, какая реакция была у слушателей? Разная, мягко говоря. Как все новое, всегда должно вызывать разную реакцию. Если была однозначная реакция, я бы даже как-то усомнился, все ли там в порядке. А раз разное, значит, что-то интересное. Вот только что мы говорили о том, что искусство, музыка, это то, что нас еще пока разнит, в хорошем смысле слова. То есть мы можем закрепить вот эту индивидуальность у каждого народа вот в этом виде искусства. А тут получается джаз, татарский народный. А я бы, например, хотел, чтобы искусство, даже народная музыка развивалась по нескольким направлениям. В чисто фольклорном виде. Без потерь, что называется. Без потерь. Да, вот, к сожалению, это направление у нас уходит куда-то в сторону. Нет ни коллективов, ни исполнителей, которые работают в чисто фольклорном манере. Это всегда с большой примесью эстрады. Очень большой примесью. Фольклор может звучать классическим звучанием. И может звучать, скажем, европеизированным. Почему нет? Мы вот для объективности, так сказать, для чистоты эксперимента пригласили к нашему разговору зрителей. Мы тоже им задавали вопрос, спрашивали, а вы любите народную музыку в современном исполнении или в привычном? 37 процентов, треть, четверть отвечало, что да, но всегда привлекает. Нет, народная музыка должна оставаться в привычном исполнении. И сказали, вот, 62 процента. Так голоса разделились не поровну. Но, в общем, это отчасти, наверное, говорит о том, что, во-первых, определенного плана публика отвечает, наверняка, который интересует себя. Значит, как раз те, кто интересуется аутентичным фольклором и голосовали здесь. Вот, скорее всего, они подключились к нашему разговору. А вопрос еще такой, кстати говоря, у меня. Вот, например, вопрос к творцу музыкальному. Есть понятие у музыкантов, плагиат не в чистом виде, как это бывает у, скажем, там, у журналистов, у пишущих, например, украл у кого-то кусочек текста, а в плане приемов каких-то, это не есть хорошо? Ну, я, честно говоря, не очень понимаю этот вопрос, потому что, если взять начало 20 века, придумана додекафонная система, и после этого 20 век весь его используют. Это плагиат или нет? Всех считаем? Нет. Не записываем всех в плагиатчике? Нет. А бывает обидно, что вот я какой-то прием придумал, и кто-то его потом применил? Наоборот, приятно. Это приятно? Ты первый придумал, его потом взяли на вооружение. Это же здорово. А если, особенно еще, если музыковеды это отметят, что ты первый придумал, а потом... Сказал бывший композитор, посмотрел многозначительно на музыковеда. Как говорится, бывших композиторов не было. Вот как. Плагиат сейчас надо увязывать с вопросом авторства. То есть он уходит в юридическую плоскость. А в художественной плоскости вопрос плагиата ему тоже очень много-много лет. Брали из этого произведения, писали вариации на чьи-то темы, сколько угодно примеров. Там Бетховен пишет вариации на темы других композиторов. А вот если ты взял чужое, а выдал за свое, вот тут будет юридическая реакция. Я принес несколько дисков, которые могут это подтвердить. Да, вот, например, в 2008 году мы выпустили из трех дисков антологию музыки композиторов Татарстана. Вот здесь очень много музыки, о которой вы говорите, которую можно назвать плагиатом. Тут есть вариации на темы каких-то, да. Например, тот концерт Яхина, фортепиано, он использует народную музыку в этом, да. Тут мои произведения, вот на этих дисках тоже, где использована народная музыка, темы композиторов Татарстана. Это вот то, с чего мы начали разговор. Поэтому вряд ли это можно назвать плагиатом. Предмет гордости, как вы сказали. Кстати говоря, а есть вот, вы чем-то гордитесь из всего созданного вами за тот период, когда вы были композитором? Прям вот гордость. Вы знаете, я с детства очень люблю фортепиано-концерт Яхина. Но понимая, что это его выпускная работа, и слушая ее очень внимательно, мне кажется, что там достаточно много таких ученических модуляций. Он очень дотошно все это делает. Мне, как вот современному уху, это немножко долговато все. Я в свое время сделал из этого концерт Рапсодио одночасно. Сохранив весь материал, который есть в Яхине. Вот это работа Ягарфа. Есть у Примаверы какая-нибудь традиция, как у Камаловцев, они каждый свой новый сезон с Зангаршали, начинают с классики. Вы каждый раз вступаете оригинально, по-новому в каждый новый сезон. Сейчас 28-й. Да, нет, как правило, все-таки оригинально. Единственное, что на открытии прошлого сезона я объявил публично, что это не специально было сделано, что уже третий-четвертый сезон мы начинаем с музыки Моцарта. Наверное, есть в этом какой-то символ определенный. Спасибо большое за интересный, познавательный, полезный разговор, за то, что нашли время прийти к нам. До свидания. Всего доброго. Это был Культ Просвет. Меня зовут Альбина Полищук. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok